Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. По факту гибели восьми человек в результате пожара в Сочи возбудили уголовное дело. Губернатор поручил оказать помощь родственникам погибших. Больше 126 миллиардов рублей поступило в краевую казну с начала года. Экономические итоги за первую половину 2018-го подвели в администрации региона. Косметические с элементами капитального. Так, восьмой гимназии называют ремонт, который проводится впервые за 10 лет. Виск тормозов, запах жёной резины и целая армия поклонников королевы гонок. В Сочи прошли сразу два этапа российской дрифт-серии. По факту гибели восьми человек в результате пожара в Сочи возбудили уголовное дело. Следователи прорабатывают версию причинения смерти по неосторожности. На месте работают криминалисты, правоохранители и сотрудники МЧС. Сейчас трое пострадавших находятся в больнице. Среди них есть 16-летний подросток. ЧП произошло сегодня утром на улице Просвещение. Это в Адлерском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5 часов 40 минут. На место оперативно выехали пожарные подразделения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. С огнём боролись больше 60 человек и 19 единиц техники. В 6.45 было ликвидировано открытое горение. Соболезнования в связи с трагедией в Сочи семьям погибших выразил глава Кубани Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, люди размещались в помещениях, не приспособленных для проживания. Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте работают краевые специалисты, в том числе психологи, готовы к вылету бригада санавиации. Также важно не только установить причины пожара, определить, насколько строение соответствовало нормам пожарной безопасности. Необходимо выяснить, как допустили ситуацию, когда люди вынуждены были жить в непригодных для этого условиях. Губернатор отметил, что при необходимости родственникам погибших и пострадавших будут предоставлены места размещения. Сейчас на месте трагедии идет разбор завалов. Специалисты выясняют причины возгорания. По предварительной информации, мог вспыхнуть мангал под навесом общепита, который находится рядом с домом. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, устанавливают личности собственника и наличие разрешительной документации на строение. Владельцы сгоревшего дома в Сочи приезжали только на сезон. Об этом нашей съемочной группе рассказали соседи домовладельцев на улице Просвещения. По их словам, семья приезжала из Армении в Сочи только на летний сезон. Здесь жили сами и открывали маленькую шашлычную. Именно мангал и стал, предположительно, причиной возгорания. Хозяин оставил пылающий огонь в мангале и ушел купаться, как утверждают соседи. Как было дальше, известно уже из официальных сообщений. Пожар унес жизни восьми человек, еще трое госпитализированы. Там кафе было, шашлык, мангальчик стоял прямо около дороги. Все очень красиво, культурно было, люди были очень приветливые. Там жили выходцы из Армении, то есть те, кто приехал сюда на заработки. Скорее всего, взорвался газовый баллон. То есть, если бы не было взрыва газового баллона, в принципе, такого пожара бы не было. Моментально поднялась температура, моментально все загорелось. Это просто абсолютно безответственное отношение к своему рабочему месту. Во-первых, абсолютно неправильно был установлен этот мангал. Мангал не имеет права быть установлен именно в самом помещении. Ну, естественно, все, что рядом здесь находилось, извините меня. Если рядом с мангалом находился газовый баллон, то сам Бог велел. Весь день сегодня на улице Просвещения работали следователи. Проход к дому был перекрыт. К другим новостям. В минувшие выходные спасатели МЧС несколько раз выезжали на помощь. Женщина позвонила в отряд и сообщила, что ее муж заблудился в районе Хмелевских озер. К счастью, с мужчиной можно было связаться по телефону, и он смог прислать свои координаты. Медицинская помощь 43-летнему сочинцу не потребовалась. Он рассказал, что передвигался, используя мобильное приложение в телефоне. Но информация, отраженная на карте, отличалась от действительности. И в итоге он заблудился. В это же время другое подразделение спасателей вылетело на вертолете к приюту Фишт за пострадавшей туристкой. Сотрудник Кавказского заповедника сообщил, что у подножья горы находится женщина, которая при переходе через реку Белая упала и повредила ногу. 46-летнюю сочинку удалось оперативно эвакуировать, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Туристку передали врачам-скорой. По предварительному диагнозу она получила перелом голени. Продолжаем. Больше 126 миллиардов рублей поступило в краевую казну с начала этого года. Экономические итоги за первую половину 2018-го подвели сегодня в администрации региона. Совещение в формате видеоселектора провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Руководитель края напомнил, что к концу года задача мобилизовать в бюджет не меньше 260 миллиардов рублей доходов. Для выполнения поставленной цели сегодня есть уже все предпосылки, отметил глава региона. В качестве резерва, в том числе и сбор имущественных налогов с физических лиц. Вот здесь, коллеги, не делайте здесь компанищины, не нужно бить дубиной по голове, по большому счету, жителям края, как у нас это бывает, планово, системно, объясняйте. Диалог, видите, сегодня с налогоплательщиками, то есть с жителями нашего края об уплате имущественного налога. Но не превращайте, еще раз подчеркиваю, это какую-то акцию, галделую. Дадите до каждого жителя, до каждого жителя. Тогда будет и понятно, и результативно. Потому что держать деньги жителям и вернуться в виде определенных наших программ, реализации тех программ, которые мы обещали. Отдельно обсудили ситуацию в каждом муниципалитете, где динамика поступления доходов оказалась ниже прошлогодней. Это Армавир, Успенский, Абинский, Северский и Темрюхский районы. А вот в Отличниках, где муниципальные команды гарантируют бюджетную сбалансированность, оказался 31 район, в их числе Ленинградский, Туапсинский и Кореновский. В Сочи в этом году меценаты помогут отремонтировать 21 учреждение образования, в их числе и гимназия номер 8. Там ремонт уже начался, расскажет Ольга Десятого. Уже практически через месяц во дворе 8 гимназии на торжественную линейку соберутся сотни школьников. Прозвучит первый в этом году звонок. Но пока здесь слышен лишь шум строительной техники. В здании начался большой ремонт. Гимназию покрыли строительные леса. Фасад школы уже начали ремонтировать. Прямо в центре школьного двора строительный мусор и все, что осталось от санузлов. Другие фрагменты туалетов рабочие грузят вот в эту машину. Санузлы на первом и втором этаже капитально отремонтируют. Пока же рабочие демонтируют старую плитку и перегородки. Впоследствии поменяют в уборной коммуникации, поставят новую сантехнику. Ждут ремонта и общие помещения школы. На первом этаже в холле и коридорах уже сняли старую краску. Теперь на ее месте появится плитка – более долговечный материал. Применяем нормальный материал. Соответственно, очищаем стены, снимаем шпаклевку. Будем потом поносить бетонок в контакт, укладывать плитку так, чтобы было на долговечность. Не просто накидать, намазать и через год опять пойти ремонтировать. Стараемся сделать это на более долгие сроки – на 5-10 лет. В самой гимназии ремонт называют косметическим с элементами капитального. А вообще школу в последний раз обновляли больше 10 лет назад. Это позволит нам на самом деле обеспечить и новое качество образования в том числе. Почему? Потому что это комфортные условия для детей, это комфортные условия для учителей. Соответственно, это лучшие условия работы и учебы. У нас сейчас учатся 2200 детей, плюс на нашей базе работают 4 спортивные школы вечерами. Поэтому мы можем смело сказать, что школа работает с 8 утра и до 10 вечера. Большой ремонт рабочие обещают закончить за 3 недели. Так что на линейку 1 сентября дети придут уже в обновленную школу. Кстати, ремонтируют здание в рамках шефской помощи. Практика привлечения меценатов давно успешно применяется на курорте. В этом году бизнесмены вложат более 20 миллионов рублей в ремонт 21 учреждения образования. 64 миллиона рублей на текущий ремонт выделят из городской казны. Сегодня для вызова полиции не надо никуда звонить. Достаточно запустить специальное мобильное приложение. К слову, программа позволяет не только вызывать полицию, но и, например, находить своего участкового. Ждение о операционных технологиях в рамках программы «В курсе» нам рассказал начальник дежурной части Сочинского УВД Роман Палария. Предлагаю посмотреть отрывок интервью. На сегодняшний день существует электронное приложение в сети интернет. Это приложение МВД России, скачав которое вы можете спокойно дозвониться буквально одним кликом на телефон горячей линии 02. Сколько обращений уже поступает через это мобильное приложение? Пользуются ли граждане этим нововведением? Вы знаете, на сегодняшний день процесс регистрации, учета сообщения о преступлении и происшествии на горячей линии 02 значительно вырос. В том числе он вырос через приложение 112 и мобильное приложение МВД России. Последний мониторинг мы проводили. Практически 50% обращений у нас это обращение через линию 112, либо мобильное приложение МВД России. Обращайтесь к инновационным ноу-хау в системе интернет. Поэтому мы будем рады помочь вам всегда. Держанная часть управления всегда работает круглосуточно. Это горячий цех системы МВД. Поэтому обращайтесь. Полную версию программы в курсе смотрите на нашем канале. В ней ответы на многие вопросы, связанные с новыми возможностями современной правоохранительной системы. Новый сайт «Новые возможности». У телекомпании «ФКТ» обновилась интернет-площадка. Наш сайт находится по прежнему адресу fkt.com, но выглядит иначе. Теперь удобный рубрикатор поможет сориентироваться в море новостей. Здесь же можно просмотреть видеосюжеты и выпуски передач, которые вышли в эфире. Также новый сайт – это отличная рекламная площадка с массой возможностей. В Сочи завершилась девятая деспорт Океада для детей с сахарным диабетом. На протяжении недели 36 юных участников из шести регионов России боролись за победу в спортивных соревнованиях по различным дисциплинам. Бадминтон, кикбол, фризби, пионербол и баскетбол, а также участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах. По итогам состязаний в спортивном зачете отличились команды из Иркутской, Томской и Тульской областей. Победителями творческих конкурсов стали команды из Северной Осетии, Костромской и Ульяновской областей. Виск тормозов, запах жена резины и целая армия поклонников королевы гонок. В Сочи прошли сразу два этапа российской дрифт-серии. В заездах участвовали больше 30 лучших пилотов из нашей страны, ближнего зарубежья, Японии и Соединенных Штатов Америки. После выступления мастера управляемого за носа провели для поклонников автограф-сессию. Чтобы получить памятную роспись, сотни фанатов скорости выстроились в огромные очереди. Этапы серии стали одним из самых ярких спортивных событий этого лета. Это лучшее, то, что было на моей памяти в РДСе. Два этапа подряд. Не каждый выдержит. В принципе, здесь проверяются на прочность как и железо, так и нервы пилотов. Первые заезды дрифт-серии на трассе «Формулы-1» в Сочи прошли два года назад. Опыт признали успешным. Правда, по словам организаторов, тогда не учли особенности климата. В этом году гонку для комфорта. И пилотов и зрителей перенесли на вторую половину дня. И рокот моторов затих только на закате. Следующие этапы серии в этом году примут Красноярск и Владивосток. В Сочи может появиться еще один памятник. На сей раз советскому инженеру и конструктору Петру Мажарову, автору знаменитой марки мотоциклов «Иш». Это инициатива современных байкеров. Сейчас мотолюбители сочинского и ижевского клубов заняты поиском места для монумента и согласованием его установки. Также открыт сбор средств для возведения памятника. Советский инженер Петр Мажаров в 1930 году разработал и запустил в серийное производство первые отечественные мотоциклы. Но в 1934 году конструктор умер во время отпуска в Сочи. Долгое время место его захоронения было неизвестно. И только в 2015 году жительница Сочи обнаружила могилу Мажарова. С тех пор байкеры курорта ухаживают за могилой знаменитого конструктора. Кубок мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Сочи. Турнир пройдет в Сириусе с 18 по 26 августа. В ходе мероприятия представители молодежной хоккейной лиги проинспектировали арену шайба на соответствие требованиям при проведении международного хоккейного турнира. Большое внимание было уделено аспектам безопасности, медицинского обслуживания спортсменов, тренировочным залам и условиям для комфортного пребывания зрителей. В первый день турнира состоится два матча группового этапа за Кубок мира. Будут бороться 8 команд из России, Китая, Канады, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии и Чехии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...